Это программа «Город. Новости по-выборски» в студии Виктория Невская. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. И вас сосчитают. В Выборгском районе все готово для проведения всероссийской сельхозпереписи. Информация из управляющей компании по ЖКХ. Специалисты рассказали, как изменятся суммы в квитанциях за коммунальные услуги с июля. Волшебный мир ТВН. Российская телевизионная и радиовещательная сеть отмечает 15-летний юбилей. Начинающие фермеры Ленобласти получили гранты на развитие своих хозяйств. Двое из них – представители Выборгского района из Гончаровского и Каменогорского поселений, которые достойно защитили свои проекты по овцеводству и птицеводству. Всего победителями второго этапа конкурсного отбора стали 17 хозяйств. Каждому фермеру дадут субсидию в размере полутора миллионов рублей. Мы для себя констатируем сегодня такой факт, что крайне непросто сегодня отобрать потенциальных участников, которым можно быть уверенным, что доверив эти бюджетные средства, которые выделяет государство, они будут полноценно использованы. И человека получится фермер, руководитель этого предприятия, которого будет результат. В Комитете по агропромышленному комплексу заверили, что будут добиваться повышения суммы гранта для начинающих фермеров до 3 миллионов рублей. Очередной конкурс на получение субсидий пройдет в сентябре. Всем желающим принять в нем участие, можно обратиться за консультацией в отдел аграрной политики Выборгского района по адресу улица Советская, дом 6, телефон 237-72. 1 июля в России начинается сельскохозяйственная перепись. За полтора месяца в Выборгском районе переписчики побывают на 38,5 тысячах объектов. Это крестьянско-фермерские, личные подсобные хозяйства и участки в садоводческих некоммерческих партнерствах. Наш корреспондент Наталья Березовская присутствовала на последнем обучающем семинаре переписного персонала и узнала обо всех новшествах сельхозпереписи-2016. Для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться земельные участки. В Выборгском отделе Росстата заканчивают обучение волонтеры. Всего через два дня им предстоит выйти на объекты, подлежащие сельскохозяйственной переписи, а сидящие за партами – переписной персонал. Всего в Выборгском районе с 1 июля по 15 августа их будет работать 93 человека. В общей сложности предстоит побывать на 38 558 территориях. Таким образом, нагрузка на одного переписчика составит от 10 до 14 объектов в день. В первую очередь, конечно, проведение переписи позволит получить официальную статистическую информацию, которая станет базовой для принятия решений и мер государственной поддержки сельского хозяйства, развития малого предпринимательства и в целом улучшения жизни населения. Но хотелось бы отметить, конечно, особое значение данной переписи в настоящий момент, когда у нас введены санкции на импорт продовольствия и реализуется программа импортозамещения в сельском хозяйстве. На этот раз переписи подвергнутся не только крупные предприятия, фермерские и личные хозяйства, но также садоводство и частные жилищные участки, где занимаются огородничеством или разведением скота. Очень большой круг вопросов охватывает переписной лист. Это, значит, и число лиц в домохозяйствах, и производство сельхозпродукции по объемам, и трудовые ресурсы, то есть работают ли нанятые работники у кого-то, да. Это и земельные ресурсы, и посевные площади, использование этих земельных ресурсов, поголовье сельхозживотных, также реализация этой сельхозпродукции, и, соответственно, инфраструктура и используемая сельхозтехника. Как же узнать переписчика? Во-первых, на переписчике должен быть вот такой синего цвета жилет со светоотражающими полосками, с надписью «РОСТАТ» и с эмблемой Российской сельскохозяйственной переписи, жилет с капюшоном. Это что касается жилета. Кроме того, на переписчике должен быть вот такой вот солнцезащитный козырек, также с надписью «ВСХП». У переписчика должен быть вот такой синего цвета портфель с надписью «Росстал». И самое главное, переписчика должно быть удостоверение. Такое вот зелененького цвета, с зелененькой полосочкой. И это удостоверение действительно только при предъявлении паспорта. А если все-таки у гражданина возникнет сомнение в том, действительно ли к нему пришел переписчик, можно обратиться в отдел статистики по телефонам 3-28-51 или 2-27-03 и узнать, принят ли данный человек по договору на работу волонтером. Кроме того, существует единый по стране телефон горячей линии Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Вы видите его на своих экранах. Телефон работает круглосуточно. Организаторы заверяют, что целью переписи является лишь сбор информации и просят не опасаться предстоящих визитов переписчиков. Важно понимать, что если, значит, ответы будут, доброжелательные отношения, ответы будут даны, значит, объективные, качественные и достоверные сведения, то отсюда, значит, результаты переписи получатся такими, как должны быть. И результат будет важен и нужен всем, только такой, то есть с достоверными сведениями. Поэтому это очень хотелось бы, все-таки, чтобы жители Выборгского района очень ответственно подошли и отнеслись к работе переписного персонала. Специалисты отдела статистики напоминают, что при нежелании делиться какими-либо данными о своем хозяйстве от процедуры можно отказаться. Наталья Березовская, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». Информация для жителей Выборгского района, проживающих в многоквартирных домах, которые обслуживает управляющая компания по ЖКХ. Какие изменения в квитанциях на оплату коммунальных услуг им ждать с 1 июля? Останется без изменения оплата отопления и оплата горячей воды. Увеличится только холодное водоснабжение и канализование стоков. Причем увеличится всего лишь на 4,3%. Что это выливается в денежном выражении? На рубль 45 за 1 кубический метр увеличится стоимость холодной воды. И на рубль 14 увеличится 1 кубический метр канализования. Если посмотреть суммарно, и как мы уже ранее привыкли, берем двухкомнатную квартиру 55 квадратных метров, берем троих проживающих, то для них увеличение платежа суммарного, как я подговорю, увеличится всего лишь на 54 рубля. Значит, по декабрь месяц эта цена за тариф будет без изменений. Специалисты управляющей компании отмечают также, что для тех граждан, кто пользуется их услугами и не имеет индивидуальных приборов учета воды, применение повышающего коэффициента в текущем полугодии не планируется. Что касается тарифов теплоэнерго для домов, находящихся в управлении ТСЖ, в Выборге, как и по всей России, они несколько изменятся в сторону повышения. В Светогорске размер платы также будет незначительно повышен. Молодежный образовательный форум «Ладог-2016» собрал в Ленобласти молодых людей из более 40 регионов России. Форум направлен на повышение гражданской активности молодежи. В церемонии официального открытия приняли участие полномочные представители президента в Северо-Западном федеральном округе Владимир Булавин и губернаторы Георгий Полтавченко и Александр Дрозденко. Глава 47-го региона отметил, что форум «Ладога» – это не только площадка для развития, но и место, которое позволяет молодежи Северо-Запада стать ближе друг к другу. Я считаю, что загородный формат идеален, потому что загородный формат вообще предполагает такую определенную раскованность. Если вы заметили, что даже мы, чиновники, приехали сюда, первое, что мы сделали с Георгием Сергеевичем Полтавченко, это когда сняли галстуки. В рамках форума проходит конкурс проектов, направленных на развитие молодежного самоуправления. Лучшие инициативы поддержат грантами. На эти цели выделено 5 миллионов рублей. Организован форум Комитетом по молодежной политике Ленинградской области и Федеральным агентством по делам молодежи. Несколько молодежных идей, озвученных в ходе форума «Ладога-2016», могут быть реализованы в 47-м регионе. Такое мнение высказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко по итогам встречи с участниками форума. В частности, ему понравилось предложение о предоставлении молодежных квот от партии власти при проведении выборов, чтобы полный новых идей амбициозные ребята становились депутатами различного уровня. Глава 47-го региона подчеркнул, что диалог с представителями молодого поколения помогает областному правительству принимать новые, в том числе нестандартные решения, направленные на улучшение жизни населения Ленобласти. 15-летию российской телевизионной и радиовещательной сети посвящается. В Ленинградской области стартовала череда мероприятий, приуроченных к юбилею РТРС. Летом 2001 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании предприятия. В соответствии с указом теле- и радиовещательные сети Петербурга и области были выведены из состава ВГТРК. На их базе был создан филиал РТРС «Санкт-Петербургский региональный центр», в состав которого входит и выборский цех телевидения и радиовещания. Накануне там состоялся день открытых дверей. Подробнее в следующем сюжете. Выборский цех теле- и радиовещания в народе телевышка, один из старейших в Ленинградской области. 50 лет назад передатчики располагались вот в этом одноэтажном здании и транслировали всего две программы. Качество передачи сигнала было неважным, но люди были счастливы окунуться в волшебный мир ТВ. Об этом гостям рассказали специалисты на дне открытых дверей, посвященном 15-летию РТРС. Сегодня все, конечно, кардинально изменилось. Громоздкие передатчики сменило современное оборудование. И сейчас, помимо аналогового обвещания, запущены два мультиплекса, по 10 цифровых каналов в каждом и более десятка радиостанций. Сейчас основная задача – это подготовка кадров, повышение надежности работы оборудования и, как следствие, повышение качества. Первый мультиплекс был с успехом запущен несколько лет назад. И сегодня почти все жители Ленинградской области смотрят в высоком качестве, с четким изображением, 10 бесплатных каналов цифрового телевидения. В результате выполнения федеральной целевой программы, в рамках которой осуществлялась реализация внедрения цифрового эфирного телевидения на территории Ленинградской области, в настоящее время зона охвата достигнута такова, что примерно 98% жителей Ленинградской области имеют возможности принимать цифровое эфирное телевидение, имея соответствующие оборудования, то есть либо телевизоры современного поколения, либо цифровые приставки и соответствующие антенны. Год назад в регионе запустили второй мультиплекс, который включил в себя еще 10 бесплатных федеральных каналов. Пока доступен не везде, но в будущем, обещают специалисты, и он придет в каждый дом. К сожалению, на сегодняшний день этим вторым пакетом охвачена не вся территория Выборгского района, это в основном город Выборг и прилегающие к Выборгу населенные пункты, и мы очень заинтересованы в том, что следующим этапом будет продолжена реализация этого проекта федеральной целевой программы, и что второй мультиплекс, то есть все 20 каналов федеральных бесплатных, будут распространены на всей территории Выборгского района. Кто же обеспечивает работу всей этой сложной аппаратуры? В Выборгском цехе теле- и радиовещания трудится всего 19 человек. Благодаря этим людям, мы, телезрители из Выборгского и Приозерского районов, каждый вечер можем удобно устроиться у телеэкрана и смотреть любимые программы. Стараемся, чтобы оборудование работало, пореже выходило из строя, проводим профилактику, чистим, обслуживаем, набираем статистику, уже знаем, что, когда, где может выйти из строя. Если на выездных объектах случаются неисправности, соответственно, аварийно-профилактическая группа выезжает на выездные объекты. Так что, если у вас вдруг перестал показывать любимый канал, не паникуйте. Инженеры всегда устранят неполадку. Вероника Когут, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». О происшествиях на российско-финской границе задержали россиянина, в паспорте которого обнаружили 9 поддельных штампов. Об этом сообщила пограничная охрана Финляндии. Документ вызвал подозрение у инспекторов пункта пропуска Валима-Торфяновка. Специалисты предполагают, что печать о прохождении границы нарушитель поставил для того, чтобы количество дней пребывания в шенгенской зоне не превышало допустимые сроки. Дело будет рассмотрено судом Кюмин-Лакса. Прокуратура Ленинградской области призывает граждан к социальной активности в защите своих прав и законных интересов. Ведомство организует горячую линию по вопросам противодействия коррупции. 30 июня с 10 до 17 часов в областной прокуратуре ждут звонков по номеру, который сейчас на ваших экранах. Жители могут оставить информацию о коррупционных проявлениях, в том числе сообщить о фактах склонения к совершению преступлений. В Ленинградской области прошел День пожарной безопасности. Герои, участвовавшие в спасении людей, получили правительственные грамоты и ведомственные награды. Праздник проводится в регионе второй год подряд. Его цель – формирование у жителей области ответственности в вопросе пожарной безопасности, патриотическое воспитание детей и молодежи, пропаганда бережного отношения к лесным ресурсам. В рамках мероприятия прошли показательные выступления сотрудников противопожарных и аварийно-спасательных служб Ленинградской области, парад пожарной техники. Банк России планирует выпустить в обращение купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Это связано с уменьшением темпов инфляции, уровень которой в прошлом марте составлял более 16%, а в 2016 году упал до 7,3%, пишет российская газета. Ожидается, что купюры номиналом 200 и 2000 рублей начнут выпускать в 2017 году. Изображения на банкнотах будут выбирать всенародным голосованием. У выборских достопримечательностей есть шанс попасть в список претендентов. Для этого городские символы должны набрать не менее 5000 голосов. Принять участие в голосовании можно на сайте твояроссия.рф Троих нелегалов задержали финские пограничники. Они перешли границу пешком. Как сообщает пограничный отряд по юго-восточной Финляндии, по сигналу системы оповещения патрули со служебными собаками отправились на поиски нарушителей и впоследствии задержали их. В ходе допроса предположительно граждане Пакистана попросили убежище. Вероятнее всего, устроить жизнь в стране Суоми иностранцам не удастся. А вот бездомной собаке из России повезло больше. Пес по кличке Арис не только нашел новую семью в Финляндии, но и устроился на работу. Фотографии дворняги и его историю опубликовала газета «Илта Санамат». Пес, подобранный на улице, несколько лет жил в Выборгском приюте, где его приучили не бояться людей и ходить на поводке. Однако потенциальные хозяева так и не обратили на него внимания. Животное перевезли в аналогичное учреждение города Ванта, откуда его и забрали в любящую семью. Позднее пес проявил себя как талантливый сыщик. И сегодня Арис занимается поиском овец и других пропавших животных. Нормативы потребления услуг ЖКХ намерено контролировать правительство России. Законопроект внесен в Госдуму. Согласно документу, уполномоченные органы будут проверять действующие нормативы потребления коммунальных услуг на их соответствие правилам, а при выявлении нарушений выдавать предписания на их устранение. Официальный курс валют на 30 июня, установленный Центральным банком РФ, составляет евро 71,21 рубля, доллар 64,26 рубля. Примут ли российские легкоатлеты участие в Олимпиаде, станет известно в конце недели. Специальный совет Международной Федерации легкоатлетических ассоциаций в ближайшие дни обсудит заявки наших соотечественников на допуск к Олимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро. Вот что по поводу дисквалификации российских спортсменов из-за допингового скандала думает трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Татьяна Казанкина. С одной стороны, меня возмущает то, что борьба идет только против нашей страны. То есть везде спортсмены, они одинаковые, там есть допинг, здесь есть допинг, но почему-то вот против нашей страны это особо все раздувается, а другие вот так вот спокойно. Почему вот спортсмены, которые там ранее были уличены в применении допингов в других странах, и у них строгая дисквалификация закончится, они могут выступать на Олимпийских игр, а наши нет. Вот почему такое вот двойные стандарты и такое вот отношение к нашей стране. И вот спортсменам будет очень тяжело, но хочется надеяться, что они должны будут собраться и сделать все возможное, чтобы доказать, что мы сильная страна, и у нас многое делается для того, чтобы мы тренировались и показывали высокие результаты. Татьяна Казанкина две золотые медали завоевала на Олимпиаде в Монреале в 1976 году, еще одно на Олимпиаде 80 в Москве. Конечно, очень волнуешься, очень волнуешься, когда выступаешь за страну, когда тебе доверили это, поэтому выходя на соревнования, есть какая-то дополнительная тяжесть на плечах, о том, что ты не за себя выступаешь, ты действительно за страну, но делаешь все то, к чему ты готовился, к чему были посвящены годы упорных тренировок. Планируется, что Татьяна Казанкина войдет в состав делегации Российского союза спортсменов, которая поедет в Рио-де-Жанейро, чтобы поддержать наших соотечественников. Татьяна Казанкина Наш выпуск на этом завершен. Увидеть программу «Город новостей» по Выборгске можно на телеканале Матч ТВ в 10 вечера и завтра в 15.30, а также на ТНТ в 8 утра и в 14 часов. Еще больше новостей на сайте выборг.тв и в группе Выборг ТВ в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. Всего доброго. В четверг в Выборге будет солнечно. Днем плюс 22-24, ночью 15-17. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. В Петербурге малооблачно. Днем около 23, ночью плюс 17-19. Ветер южный 1-2 метра в секунду. В Лапейнранте днем 21-23, ночью 15-17 градусов тепла. Ветер южный 3-4 метра в секунду. В Хельсинки пасмурно. Дождь. Днем не выше плюс 18, ночью 14-15. Ветер южный 3-4 метра в секунду.